Продолжение следует... ...которые чувствуют, что их жизнь становится бессмысленной, если у них нет возможности слушать хорошую музыку. Но у каждого своя степень зависимости, но все мы так или иначе зависим от разных звуков. Ну, звуки бывают разных видов. Бывают звуки, которыми люди кричат друг на друга, бывают звуки, которыми люди проклинают друг друга, бывают звуки, которыми люди объясняются в любви, бывают звуки, которыми люди выражают свою дружбу, но бывают звуки и совсем иного рода, которые принципиально отличаются от всех вышеперечисленных. Это звуки, которые не дошли из самых глубин духовной реальности. Эти звуки, звуки святого имени, они внешне могут быть похожи на обычные звуки этого мира, но разница внутри. Как в некоторых лекарствах, внешне таблетки могут выглядеть совершенно одинаково, и даже на вкус, потому что сладкое слово одинаковое. В принципе, любое лекарство можно сделать сладким, приятным, на вкус. Потому что, как правило, само вещество, которое действует, оно не столь заметно, не столь ощутимо. Поэтому разные таблетки могут не отличаться на виды, даже на вкус, но их действующая сила совершенно разная. Одна таблетка может быть плацебо, а другая действующая, как врачи, когда проводят эксперименты, когда определяют, какое лекарство лучше действует. Они часто дают одним пациентам настоящее лекарство, а другим точно такое же, на вкус, на цвет, на вид, не отличишь. Но эффекта не дает. И есть такая шутка, будьте осторожны, в продаже просто пили поддельные елочные игрушки. Они выглядят, стоят по прочности, в точь-в-точь как настоящие, но радости не приносят. Поэтому бывает, что внешне все выглядит очень похоже и аутентично, но сути внутреннего потока нет. Этот внутренний поток, он нисходит в этот мир по милости великих святых, которые, опять же, выглядят, как обычные люди этого мира. Любой человек, любой человек в этом мире ходит, дышит, ест, пьет, разговаривает с людьми, и, в принципе, святой человек занимается тем же самым, казалось бы. Разница в том, что движет им и смотрит. Есть люди, которые пришли в этот мир по внутренней неизвежности. В Бхагавадгите, в этой азбуке духовной жизни, Кришна объясняет, что есть два вида душ в этом мире. Совершенные и несовершенные. Большинство несовершенных. Эти души не дошли в этот мир по своей собственной внутренней необходимости. То есть, иначе говоря, ведомые собственной кармой, ведомые собственной судьбой, будучи не в состоянии управлять даже своей судьбой. Потому что часто с нами в жизни происходят такие повороты, которых мы и предсказать не можем. Но есть совершенные души, которые приходят в этот мир по велению самого Господа. По собственной воле желание помочь душам этого мира возвратиться в свое естественное здоровое состояние. Потому что сейчас мы все глубоко больны. Осознаем мы это или нет. Чем от Бхагава в этом называют этот диагноз? Он говорит, все души этого мира больны. На санскрите это болезнь называется хридрога. По-русски болезнь сердца. Наше сердце больно. Чем оно больно? Отсутствием любви. Даже то, что мы называем в этом мире любовью, как правило, оборачивается чем-то совсем противоположным. Человек говорит, я тебя люблю. Это означает, что ты должен мне служить. Я тебя люблю, значит ты должна быть моей. Но настоящая любовь, она должна быть основана на чем-то ином, на самопожертвовании. Но на самом деле самое главное, когда мы говорим о духовных личностях, это не даты их биографии. В каком году родился, в каком году ушел из этого мира, в каком году куда поехал. Важен их вклад, важна идея. Откуда мы можем узнать эту идею, этот вклад, пообщавшись с ними, из общения с ними. Потому что невозможно до конца просчитать или проанализировать, постигнуть того человека, который находится на более высоком уровне развития. Мы не можем обращаться к святым с тем же мерками, с какими мы подходим к своим равным, к обычным людям этого мира. Поэтому только если подобный великий святой захочет на нас пролить свою милость и раскрыться перед нами, только тогда мы сможем что-то о нем узнать. В Писании говорят, что есть два вида совершенных святых душ. Их называют бажан ананди и гошки ананди, что в переводе означает «те, кто наслаждаются уединенной духовной практикой» и «те, кто наслаждаются проповедью». Первый из них, бажан ананди, первые в произвольном порядке называют. Нельзя сказать, что одни из них выше, другие ниже. Одни из них, те, кто склонны к уединенной духовной практике, они вполне счастливы в себе. Таких душ, иногда называют еще Атмарама, тот, кто черпает блаженство и счастье в своей внутренней природе, не нуждаясь ни в чем внешне. Однако узнать такую душу крайне сложно, потому что если он не захочет являть себя окружающим миру, то он будет выглядеть точно так же, как любой сумасшедший бомж на улице. Некоторые люди, приезжая в Индию, удивляются, радуются. Ух ты, как здорово, у них тоже есть бомжи, только их бомжи называют по-другому, их бомжи называют Сад. Потому что, ну, Сад, вообще-то это святой человек означает. И это правда, может быть, не самая приятная правда, что зачастую очень сложно отличить святого человека от бездельников. Потому что в духовной жизни люди обращаются по разным мотивам. Кто-то обращается от того, что его в жизни не смог ничего достичь. Кто-то от отчаяния, кто-то от боли. Ну, бывают и настоящие духовные искатели. Но в любом случае мы не можем узнать духовного человека, если он выше нас по уровню, если только он сам не захочет перед нами раскрыться. И поэтому мы обязаны всем в своей духовной жизни второй категории этих совершенных святых душ, которые называются гошки, анантия, те, кто наслаждаются проповедью. Те, кто посвящают себя не только спасению самого себя, не только уединенной духовной практике, но и помощи другим. Они понимают, что если я стану проводником воли Господа, если я помогу другим людям узнать что-то о себе, то я буду сам лучше, то я сумею помочь максимальным образом. В Шерематвагове там есть очень красивый стих. Этот стих произнесли преданные Кришны. Они сказали, беседы о Тебе, Кришна, беседы о высшей реальности, беседы о Боге, это самый высший нектар, это то, что поддерживает жизнь преданных, и то, что на самом деле поддерживает нашу жизнь. Без беседы о Тебе мы не могли бы прожить, нам было бы нечем заниматься. Все остальное настолько блекло, плоско, неинтересно в этом мире. И далее они говорят, бурь гринантие, бурь даа джанах. Самые лучшие благодетели, самые лучшие благотворители в этом мире, это те, кто раздают этот нектар, повествование о Бога в Салюте, о Всевышнем Господе другим людям, делают недоступное, доступно для обычных людей. Поэтому мы бесконечно обязаны подобным святым, когда они приходят в этот мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...